Итак, если мы посмотрим на состояние дел в мире с клиническими исследованиями, это данные с сайта clinical trials.gov, я сделал фильтр исследования второй-четвертой фазы, те, которые либо набор не начался, либо которые уже идут, то есть я отсек те, которые завершены. Итак, посмотрите, 1111 исследований, это не только Россия, это весь регион, это Казахстан, это Грузия, это Белоруссия, это Украина, где проводится куча исследований. И вот на весь регион у нас 1000 исследований, которые зарегистрированы на clinical trials.gov. Вы можете мне сказать, что у нас много исследований не регистрируются там, и это верно. Но скажите мне, что будет, когда закончится Парма-2020? Государство перестанет выделять деньги, количество исследований ожидаемо упадет. Вот. Посмотрите, вот если мы посмотрим, мы, конечно, перегнали всю Африку, но мы находимся примерно столько же исследований, сколько в Латинской Америке. Нет, даже меньше, потому что Латинская Америка – это еще Мексика. Больше, безусловно, исследований, чем в Индии, но смотрите, Китай в три раза. Ну, Японию мы не будем рассматривать, там особая история, там своя популяция, свои правила УПМДА. Я, собственно, к чему хотел сказать, что это рынок, это карта рынка клинических исследований. И мы на нем выглядим не очень хорошо, согласно цифрам. А почему? Скажите мне, кто контролирует клинические исследования вообще? Ну, кто, кто? Ну, кто? У нас спонсор… Все, кому не лень, правильно. Правильно, правильно. Никто не доверяет центру, спонсор не доверяет контактной средской организации, регуляторы не доверяют всем вместе. Правильно, никто никому не доверяет. То есть спонсор проверяет у нас исследование, у нас регулятор проверяет исследование, у нас этический комитет контролирует исследование. Так? Ага. Ничего подобного. Давайте начнем, например, с этических комитетов. Вот у нас, казалось бы, есть Совет по этике при Минздраве. Но в терминологии ICA-GCP это не этический комитет, это часть регуляторной системы. То есть, например, если вы выпустите, ну, если спонсор выпустит новое информированное согласие, которое не связано с поправкой, то у Совета по этике даже нет полномочий его рассматривать. Совет по этике не контролирует исследования в ходе их. То есть вот выдали разрешение, ну, потом, может быть, какую-то поправку одобрили. То есть это не этический комитет, это часть регуляторной системы, об этом нужно помнить. Окей, вы скажете мне, у нас есть локальные этические комитеты. Есть. Обязательно проверяется комитет по этике в ходе проверок, например, роздрав надзора. И что мы видим? Смотрите, у нас 40%, значит, это данные за последние два года, когда я еще работал в роздрав надзоре. Сейчас данные немножечко будут скорректированы, но опять-таки это связано с приказом 200Н, который был принят. Но опять-таки, кстати, с приказом 200Н. Замечательная вещь. Приказ 200Н отменил 266 приказ, но следующим пунктом он сказал, что 200Н можно применять только к тем клиническим исследованиям, заявки на которые были поданы после вступления его в СИУ. То есть у нас сейчас большая часть исследований не подпадает под 200Н и регулируется только в 61-м ФЗ, где там 2,5 статьи про клинические исследования о том, что главный исследователь должен быть назначен вместе с командой и о том, что главный врач должен в трехдневный срок написать письмо счастья в Минздрав. Так вот, возвращаемся к локальным этическим комитетам. Посмотрите, нарушают все, что можно. Если честно, вот я сейчас посмотрел те рекламные материалы, которые утверждал этический комитет, ну, мне тоже стало как-то немножко не по себе. Потому что, ну, там даже в каких-то объявлениях нет слова о том, что это исследование. Программа бесплатного лечения чего-то там. Ну, а, собственно, опять-таки, почему? Потому что происходит корпоративный конфликт интересов. Вот классический состав локального этического комитета. Главный врач, замглав врача, замглав врача, замглав врача, начальник отдела кадров. Вот они все вот внутри. Существует понятие корпоративного конфликта интересов. Эта организация, она получает за это деньги. Сотрудники этой организации, даже если они не вовлечены непосредственно в это исследование, ну, они как-то все равно заинтересованы в том, что их организация получит этот грант, получит это исследование. Ну, поэтому, например, многие исследовательские центры в США, спонсируемые исследования, отдают на экспертизу в сторонние этические комитеты. Потому что они говорят, нет, мы за это получаем деньги, мы за это получим деньги, наш институт. Мы не будем это рассматривать. Ну, собственно, это мой вот такой хороший любимый слайд. Вот единственный тут не член этого ЛПУ. Это вот некий батюшка был. Правда, они не смогли опознать, как с ним связываться и так далее. То есть ни телефона, ни адреса. Опять же, мониторинг. Вот это вот GCP statement, который 6 лет раздавал локальный этический комитет одного большого уважаемого института. В том, что комитет создан, работает соответственно с стандартными операционными процедурами и требованиями ACN GPS. Там порядка 50 исследований за это время прошло. Всех мониторов устраивало, что этический комитет работает в соответствии с ACN GPS. Не, ну, я понимаю, что у человека что-то в голове было, когда он это писал. То есть, вот у нас локальный этический комитет, я не хочу сказать, что все, но многие, есть процент определенный локальных этических комитетов, которые контролируют клинические исследования именно в соответствии с этими принципами. ACN GPS. Какой супервижен со стороны этического комитета локального? Опять-таки, вот если мы посмотрим открытое письмо Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. То есть, тут это было письмо о том, что не надо экспресс-отчетность делать для локальных этических комитетов, что это противоречит всем нормам и так далее. То есть, и призыв к этическим комитетам пересмотреть свои СОПы, и призыв к главным исследователям не соблюдать СОПы локальных этических комитетов. То есть, вот это нормально, то есть, индустрия, вот прямо этим письмом пытается повлиять на этическую экспертизу. Государственный контроль. Давайте посмотрим, вот вторая сторона, кто у нас призван контролировать клинические исследования. Минздрав, да, он выдает разрешение, ведет базы данных, все. Де-факто Минздрав является неким пунктом, ну куда вот сдаются все документы, а сама экспертиза этическая осуществляется Советом по этике, научная ФГУ НЦСМП. Ну, Росздравнадзор проводит проверки. Кстати, по определению ОСЕ и ГСП, помните, кто у нас является регулятором? Кто? Там через функции это сделано. Через функции. Определение через функции. Там за регулятором закреплены две функции. Тот, кто проводит инспекции, это у нас Росздравнадзор, и тот, кто оценивает данные клинического исследования. А кто у нас оценивает данные клинического исследования? ФГУ НЦСМП. То есть вот у нас регулятор, это нижняя часть. Беда в том, что вот между вот этой частью и вот этой нету никакой связи. Во всем мире, как осуществляется назначение инспекции? Сдаются данные, в данных что-то не устраивает, и вот этот вот один регулятор или часть этого регулятора дает задание инспекторату, сходи, проверь, а что же там было? Вот меня смущают вот эти данные. Там есть куча оснований для назначения. Вот у нас этого нету. У нас есть план проверок на год. Куда опять-таки нельзя включить, например, какой-нибудь, например, клинический центр или СРО, или еще кого-то, если они, например, были созданы менее трех лет назад. Вот два с половиной года существует СРО «Солнышко», через два с половиной года стало «Солнышко плюс». Все, три года пошло тикать дальше. Или это субъект малого предпринимательства. У нас проверяется организация, а не клиническое исследование. А в организации может быть проверено любое клиническое исследование. Вот опять-таки, что делает Росдрафнадзор, когда что-то находит? Ну понятно, выдается предписание, вывешивается на сайте ежеквартально. Сейчас уже, кстати, гораздо меньше информации стали вывешивать. Теоретически можно написать в Минздрав, чтобы Минздрав исключил данную базу из списка аккредитованных. И исключил главного исследователя. Но это чисто теоретически. Потому что механизма для этого нету, и никто никогда не был исключен. Даже если он будет исключен, нет никакого запрета на то, чтобы через неделю этот центр не подался опять на аккредитацию. У нас есть только одна, извините, две высших меры наказания, механизм которых опять не прописан в 61-м федеральном законе. Это приостановка или прекращение исследования. И приостановка применения препарата. При, тут должно сойтись много звезд. Это должна быть проверка медицинской организации. Это должны быть выявлены недостоверные данные, которые влияют на полноту или достоверность исследования. Составлено заключение. А какие нарушения влияют на полноту или достоверность? Вы мне можете сказать вот так сходу? Ну, то есть никто не знает это. Ну, это вот просто к вопросу о госконтроле. То есть у нас нету фактически никакой ответственности за нарушение правил клинической практики. Что? Ну, даже если будет введен расстрел, это только будет хуже. Ну, потому что вот меня на криминологии учили, что по тяжести наказания можно опосредованно судить о раскрываемости. Если за кражу у нас отрубают руку, значит, ловят одного из десяти тысяч. Если бы за кражу давали штраф, они сажали в тюрьму, но при этом раскрываемость была бы сто процентов, никто бы не воровал. Потому что ты украл, ты возместил украденное, тебя еще оштрафовали, это общественно порицаемое деяние. Ну, смысла не было никакого бы. Ужесточение наказания свидетельствует лишь о неэффективности системы. СОПЭ в той же маленькой Белоруссии написано, что центр должен иметь собственная стандартная операционная процедура. А, Б, С, Д такие. То есть просто перечислены. Каждый разрабатывает их сам. Там много есть своих фишек, но вот это вот очень хорошее. У нас такого нету. Ну, вот про степень тяжести и влияния на результаты я уже говорил. Ну, то есть, смотрите, этические комитеты, мимо. Государственный контроль, ну, тоже как-то не очень. Вот. Я... Это люди готовились к инспекции. Один, второй, третий исследуем препараты. Думайте, им что-то было за это? Им было предписание. Устраните, пожалуйста. В следующий раз, перед приездом инспектора, выньте, пожалуйста, продукты из холодильника. Нет, это, безусловно, торт. Тортом, кстати, не накормили. Нет, ну, действительно, вот один исследуем препарат, вот второй, вот третий. Тут торт, тут ряженка какая-то. Ну, и, 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 ну, или там другой пример, там, вот Юрий Мультинджи знает, там, поймали исследование полностью, ну, не полностью, ну, в общем, нарисовано все. И что, думаете, препараты сняли с регистрации? Нету, вот. Нету, вот связи между тем, кто проверяет, и тем, кто оценивает данные, и даже с тем, кто регистрирует. Нету таких оснований. Так, разобрали госконтроль, разобрали этику. Ну, спонзор. Вот, не так давно, значит, Пайзер оценил свои потери в 725 миллионов долларов с учетом падения акций и так далее. Значит, была такая компания Medivation, выходцы из Советского Союза, и они, некий препарат Демибон, это, ну, такой вот, противоаллергический предполагалось, вроде как он должен был действовать в отношении болезни Альцгеймера. Они провели вторую фазу в России, Украине, Белоруссии, пошли в третью фазу, ну, Пайзер на основании этого это купил, Пайзер пошел в третью фазу, промежуточный анализ, ну, естественно, диазолин, он не лечит болезнь Альцгеймера. А это, ну, какой-то вот аналог диазолина. Ну, вот, почти на миллиард. Угадайте, кто был первым кандидатом на, вот, кто крайним оказался? Исследователи. Они не так провели, ну, вот, да, честная компания, вот, провели вторую фазу, ну, вот, не то получили, вот, это вот, исследователи. Недавний пример, Топкэт. Исследование, да, малобюджетное, да, долго шло, да, был там риск-бейст мониторинг, скажем, мягко, там было всего два визита в центр, визит-открытие, визит-закрытие. Все остальное было по телефону. Начали считать Россия-Грузия нежелательные явления, исходы, в том числе летальные, вот там где-то вот на уровне плинтуса. Во всем мире по-другому. Ну, спонсор пошел дальше. Там было субисследование проводилось, оно только в России, в Грузии не проводилось. Там было 70, ну, субисследование с отправкой крови в центральную лабораторию. Взяли эти аликвоты, посмотрели концентрацию метаболита, и в 30% случаев метаболита не оказалось. Сейчас вот разбираемся, почему, где, какой центр. Хотя метаболит должен был сохраняться, там, две недели, там, ну, забор крови осуществлялся раньше. О каком доверии может идти речь? Вот на всем этом, смотрите. Ну, и вот тоже в 13-м году было исследование, ну, скажем так, это что-то вроде журналистского расследования швейцарцы, ну, а положение дел с клиническими исследованиями в России. Кто хочет, может почитать, но там все печально. И это только первая ласточка. Потому что, ну, получается так, что, смотрите, у нас государство не контролирует, спонсор, в общем-то, тоже, опять-таки, с учетом риск-бейст-мониторинга, этические комитеты, мы уже посмотрели ситуацию. Что остается? Общество, правильно. Только общество остается, потому что Что у нас есть? Вот скажите, вот у меня, у вас, там, ну, в принципе, ну, так, кроме честного имени нет ничего. Что? Да, ну, то есть, нет системы, подтверждающей, что наши исследователи, вот то, что приводил господин Стефанов в своей презентации, никто не верит. Это бизнес. В бизнесе должны быть какие-то гарантии. Я считаю, ну, вот, как мне кажется, что такой гарантией может послужить некое сообщество клинических исследователей. Ну, вот, например, есть IHRP, Association of Clinical Research Professional в Америке, или Public Responsibility in Medicine and Research, физические лица. То есть, давайте подумаем. Потому что преимущества, преимущества такого объединения, такой ассоциации, они, мне кажется, ну, неизменно большими. То есть, тут выиграет каждый. Почему? Потому что вот когда компания Synergy придет к какому-нибудь маленькому спонсору, который сидит в Калифорнии, у него там 2-3 препарата, он хочет проводить исследования, он хочет даже сэкономить. Ему боязно идти в Россию. И одно дело, компания Synergy говорит, да, у нас все замечательно, у нас вот такие данные. А другое дело, у нас есть ассоциация главных исследователей, ну, условно, исследователей, которая гарантирует то, что члены этой ассоциации проводят качественные клинические исследования, что у них есть СОПы, ну, например, что они проходят какую-то проверку, что у них в центрах есть система контроля качества. Это позволит, вот, опять же, Владимир показывал на слайде, там количество международных клинических исследований все время снижается с 2011, по-моему, года. Немножечко, но снижается. Подумайте, что будет через 5, через 10 лет. Вот это, то, что я привел, это уже даже не молнии, это уже так погромыхивает. Потому что, ну, вот кто вспомнит, какая ситуация была с клиническими исследованиями 10 лет назад и сейчас? Больше их стало? Меньше. И тот грант, который раньше казался каким-то, знаете, маленьким и ради этого, то сейчас, в общем, воспринимается нормально. Это, конечно, связано и с курсом, но сам факт. Только объединившись как-то, только выработав некую стратегию обеспечения качества, только подтвердив это, можно привлекать вот такие исследования. Потому что, знаете, мне вспоминается в каком-то журнале «Крокодил» в 80-какой-то год, я не помню, 100 лет назад еще при советской власти, там была карикатура на таких нечестных продавцов. Ну, вот как в советские времена, там отдельные недостатки. И там человек стоял на весы, клал палец, а вместо стрелочки там было объявление «Верьте мне, люди». Вот сейчас каждый участник рынка, он, в общем-то, отвечает только своим неким честным именем. Но у него нет никакого подтверждения, что исследования у него качественные. Так, может быть, подумаем, может быть, сделаем что-то, чтобы помочь друг другу. Спасибо. У меня все. Кто хочет высказаться, скажите, пожалуйста. С удовольствием предоставлю микрофон. Просто небольшой комментарий. Получается, мы все время пытаемся изобретать какой-то велосипед и делать что-то свое. У нас получается свой риск-бейс-мониторинг. Я понимаю, что были попытки привлечь и вовлечь российских исследователей в организации и ассоциации зарубежные, но это тоже провалилось. Я считаю, нам нужна своя российская. Потому что это не только повышает там имидж исследований в стране, но повышение имиджа, оно следующим шагом идет то, что будут больше доверять, будут больше доверять, будет больше исследований. У всех. У всех. Я не буду оспаривать, нужна ли нам ассоциация или не ассоциация, просто хочу сказать следующее, что спасение утопающих делал рук самих утопающих, потому что интерес к клиническим исследованиям, я расскажу такой просто короткий и житейский анекдот. 2004 год я работал в Росздравнадзоре в должности главного специалиста по клиническим исследованиям, значит, как-то меня делегировали на конференцию, которую проводил тогда Дмитриев по клиническим исследованиям, и надо было там зачитать какой-то доклад. В докладчиках у меня значились Володин, так немножко, заместитель министра здравоохранения и, значит, товарищ Хабриев, который был руководителем Росздравнадзора на тот период времени. Вот, ни один из них не почтил, так сказать, своим присутствием, вынужден был зачитать доклад я, и, значит, кто-то из Минздрава, так сказать, прокомментировал, что, как бы, вот интерес вот к этой проблеме у Росздравнадзора, который в тот период времени курировал клиническое исследование, значит, ну, прямо пропорционально должности того человека, который пришел и, вот, значит, зачитывал тот доклад, да, ну, собственно говоря, вот эту вот фигню мы с вами, как бы, друзья, наблюдаем, так сказать, из года в год, да, у нас даже профильный департамент здесь не появился, да, то есть, и, собственно говоря, тот факт, что, значит, не, собственно, ни Еврозес, да, здесь два человека там присутствовали, а не Министерство Здравоохранения там в лице товарища Максимкина, который все-таки доехал, слава богу, отсидел здесь, да, на первой сессии, но вот эти вопросы, которые у нас, они вот извечны, да, рекрутмент, что нам там дальше делать, что такой хороший сайт, так, да, это вообще никого не, как бы, не волнует, да, поэтому, ну, я еще раз хочу сказать, что никто нам эти исследования сюда не приведет, только мы сами, да, поэтому, ну, как бы у Минздрава, у всех остальных, у них, ну, как бы так, постоку-поскоку, да, их там в основном зарегистрированные препараты какие-то волную, да, там, объем продаж, там, субсидии, там, что куда, в какой список перекинуть и так далее, то есть мы совершенно далеки от этого, вот, у нас как бы другая вещь, и, собственно говоря, и каждый раз просто получается, да, у нас, ну, какое-то там подобие живого разговора, оно возникает тогда, когда, так сказать, ну, все ушли, да, то есть у нас, условно, там, бигбоссы, так сказать, опинион-лидеры, да, они все исчезли, да, им это, вот это вообще, их не волнует, да, никак, то есть у них все в данный момент, как бы, очевидно, хорошо, вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать, спасибо. Спасибо, Йоанн. Ну, собственно, да, конечно. Ну, вернусь немножко про топ-кет, расскажу, что грохнуло хорошо, к примеру, наша компания проводит исследование кардиологическое, с похожей на зоологией, и к нам приезжает очень высокое руководство, потому что все в панике, что происходит в России, про то, что вы говорили, что не было мониторинга, не было там гранта, это все забудется, у них уже в голове осталось только в России отвратительное качество, не едем туда. Мало того, я знаю, что, да, то есть, мало того, что я знаю, что в одной компании, мне исследователь рассказал, что планировалось уже проведение исследования, я не знаю, какая фарма проводила, но сказали, что, вы знаете, после этой статьи мы отказываемся проводить исследование в России, поэтому дело рук утопающих, дело рук самих утопающих, если мы хотим, я скажу сейчас от лица спонсора, что мы не хотим остаться без работы, поэтому давайте сами себя спасать и самый успех заключается просто делать свою работу качественно. Абсолютно. Я полностью с вами согласен делать работу качественно и дать какие-то гарантии нашим контрагентам о том, что эта работа производится качественно, потому что вот после вот этих вот раз скандал, два скандал, то есть вот там этот Бернская декларация выпустила этот там 30 с чем-то листов о том, как все плохо в России, то есть да, опровергается все, одно, второе, третье, но осадок остается и Игорь говорил, что прямо разложил почему бояться, почему бояться проводить исследование в России, хотя мы имеем кучу преимуществ перед той же Индией, перед той же Бразилией. То, что мы не умеем себя продавать и опять же вот если бы с точки зрения меня как СРО, это как бы опять же проблема развития бизнеса и в принципе там будет ассоциация или еще какая-то организация даже там для нас опять же да, вот как для организации если бы кто-то грамотно целенаправленно да и постоянно занимался вот этой генерацией каких-то положительных в том числе импульсов то есть это активный маркетинг да, это активный так сказать контакт со спонсорами там малой и средней фармы да, плюс как бы постоянная какая-то генерация информации там если вот ассоциация любая онкологов кого бы то ни было еще да она сможет обеспечить вот этот мощный бизнес девелопмент развития бизнеса да то я с удовольствием в такую ассоциацию вступлю буду использовать ее супы и играть по ее правилам да и делать все что угодно но для этого нужно да каким-то образом предложить да сообществу мощный вот этот инструмент развития бизнеса вот а дальше пойдет унификация там использование единых там тех же самых каких-то инструментов да там быстрое быстрого стартапа те же самых там систем управления минимальных совершенно да управления как бы проектами в центре потому что мы же все фактически делаем на коленке к сожалению и к тем да прекрасным инструментом да инновационным так сказать технологиям там включая там сети мы если не знаю там быстрый стартап ну их масса да все они знают мы просто не можем их себе позволить это как бы замкнутый круг нет всякие системы они и не нужны для левши левша блоху подкует но на поток это не поставить вот и собственно идея в том что объединить исследователей гарантировать то что исследователи работают качественно а там уже может быть много выходов тот же самый сайт селекшн приходит серу в ассоциацию нам нужны центры там хобл такие такие параметры пожалуйста вот база данных выбрал центры велкам ассоциация могла представлять россию там диарей тот же кто тут ездил на диарей недавно вот были там какие-то ассоциации врачебные ассоциации профессионалов клинических исследований айчерпи тот же была мелоди спирс у нас к сожалению я ездила коллеги естественно американские различные ассоциации европейские там представлены более того существуют сессии с продвижением стран например китая пожалуйста а россию у нас представляют ну либо спонсоры либо северо но как бы это то есть нет информации у людей из первых рук первые руки это исследователи да можно еще тоже вперед микрофон если можно тоже создание ассоциации это действительно очень здравая идея но мне кажется что вот одна из проблем вот мы я просил во время моего доклада поднять руки центра ну половина наверное да может быть центров здесь присутствуют да то есть может быть нам надо расширить аудиторию для того чтобы достучаться до большинства исследовательских центров да мы как раз с Артемом Николаевичем об этом говорили просто из свежих примеров вот еще того что нас к сожалению не то чтобы продвигает в мире клинических исследований один случай хочу рассказать очень простой как раз про этические комитеты что нас сейчас достаточно много стало этических комитетов которые платные на платной основе работают ну и в общем понятно что эта работа она стоит и организация заседаний стоит определенных денег и так далее но ситуация из жизни исследование одобрено уже идет и вот выходит поправка к протоколу который вызван тем что есть проблемы с безопасностью эта поправка привносит новые процедуры для того чтобы дополнительные заборы крови которые нужно делать пациентам и вот эту поправку вовремя переводят подает в этический комитет и что происходит дальше в платный этический комитет этический комитет рассматривает ее и одобряет вовремя но говорит не дадим мы вам одобрение пока вы нам не заплатите оплатит серо ну и серо какие-то бухгалтерские вопросы в течение месяца не может заплатить соответственно получается разрешение на эту поправку задержкой на месяц а за этот месяц все практически все пациенты либо заканчивают исследование уже ну либо кто-то выбыл то есть получается ситуация на самом деле немножко парадоксальная которая выглядит следующим образом если почитать юридическую сторону посмотреть договор утром стулья вечером деньги юристы скажут все хорошо да но это же этический комитет и интересы этического комитета то есть главная задача этического комитета прежде всего защищать интересы пациентов а в данной ситуации получается что выполнил он свою функцию или нет большой вопрос а дальше мы на это смотрим как на находку международного аудитора и эта находка улетает за пределы России о том что показывает то каким образом наши этические комитеты работают и чем они руководствуются и вот я бы сказал так что нам нужно на мой взгляд может быть в рамках ассоциаций а может быть даже до этого и раньше как раз активно очень думать о таких ситуациях и стараться убирать те практики которые нас подобным образом закапывают и таких ошибок на самом деле в нашей работе достаточно много и они отчасти связаны может быть с недостаточным опытом отдельных центров и соответственно иметь какую-то платформу где будут такие вот ситуации разбираться это было бы очень замечательно спасибо полностью поддерживаю потому что ассоциация должна не только там представлять где-то российских следователей но и пытаться разрешить те вопросы которые в центрах появляются те же самые непонимания с мониторами с компаниями потому что приходит один монитор надо писать первичку вот так из другой компании приходит другой монитор что вы тут пишете вообще все не так надо вот так делать приходит третий ну сами знаете а на самом деле монитор не может говорить как писать первичек вот коллеги поэтому я предлагаю над этим так крепко подумать и потому что я в клинических исследованиях с 2000 года и каждый год вот что-то чуть-чуть 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 но все как-то хуже 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 и хуже при том что весь мир идет вперед в день там пара месяцев назад выпустила руководство по электронным информированным согласиям например ну ладно это так артем николаевич нету его ладно кто нибудь еще у кого-то наболело желает кто-то излить посильно ну хорошо коллеги ну большое спасибо что выслушали ну у меня просто это был какой-то вот так крик души потому что ну сколько не работаешь а вот большое спасибо что пришли большое спасибо за ваше время за ваше желание за ваше усилие потому что ну воскресный день вечер прекрасная погода за сим объявляю секцию закрытой если чем-то смогу контакты были в презентации всегда велкам большое спасибо аплодисменты спасибо спасибо спасибо